— Здравствуйте, это «Что случилось?» — новостной подкаст «Медузы». Меня зовут Владислав Горин, и с нами главный редактор «Медиазоны». Не путать с «Медузой». Почему-то часто это происходит — Сергей Смирнов. Здравствуйте, Сергей. — Да, добрый день. — После акции протеста 23 января сторонники Навального позвали тех, кто им симпатизирует, на аналогичные протесты 31 января. И вот в этом антракте задержание, обыски, возбуждение уголовных дел, в том числе вас это коснулось. Причем странно, что коснулось вас, поскольку вы журналист, не соратник Навального, не политический активист. Расскажите про обыск, который вас затронул. — Ну, обыск меня напрямую не затронул, потому что он прошел у моей мамы по месту моей прописки. Обыску предшествовало предостережение, которое мне было вынесено где-то за пару дней до митинга 23 января. Честно говоря, я текст предостережения совершенно не понял, потому что там было написано, что я в Твиттере призывал кого-то выходить 23 января. Но это на самом деле вообще неправда, потому что единственный твит, который я написал про 23 января, и он был абсолютно ни к чему не призывающий, а констатирующий факты, я написал, что 23 января будет около нуля. И это была правда, потому что когда объявили сторонники Навального об акции, погода была минус 20 в Москве, и было вообще совершенно непонятно, как они собираются протестовать. Поэтому я посмотрел погоду, причем без совсем задней мысли написал, что будет около нуля, но там было реально плюс 2. Поэтому вот это единственный мой твит. Ну, я думаю, конечно, по совокупности. Меня считают сторонником Навального, меня считают, наверное, оппозиционером, поэтому я думаю, я попал в этот список. Мне кажется, что это важное уточнение, поскольку от этого зависит ваша дальнейшая судьба. То есть ваше издание и вас воспринимают именно как сторонника, как часть, и тут хочется поменять голос на какой-то полковничий, как часть информационной инфраструктуры незаконного протеста. Понимаете, очень трудно сказать, что у них там в голове, как они воспринимают, потому что, ну, мне кажется, мы далеко не единственное независимое издание, которое пишет и о протесте, и обо всем прочем. Тем более мы на своих страницах, да, и на своем сайте максимально стараемся держать нейтральный тон и писать исключительно о фактах, тем более никаких колонок, ничего подобного у нас нет. Но просто 2021 год тут, как они все понимают, мы сказать не можем, безусловно. Почему это еще важно? Если формально относятся силовики, если действуют огульные и всех охватывают, то, может быть, можно и соскочить, если ты галочка, палка или для отчета. А если к тебе неформально подходят, закон может быть вывернут наизнанку и трактован максимально невыгодно для тебя. Понимаете, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, вот у меня вчера пошел обыск у мамы, возникает вопрос, насколько силовики знали, кто я такой. Оперативники и следователи, которые проводили обыск, судя по вопросу мамы, они не очень понимали, кто я такой. То есть, вот трудно очень судить. То же самое с оперативниками, которые мне зачитывали предостережение перед 23 января, они тоже не знали, кто я такой, медиазона, журналист, вообще были не в курсе. То есть, с одной стороны, конечно, все это тревожно и кажется неким катком, да, новым катком по всей независимой прессе, по крайней мере, по той независимой прессе, которая ими воспринимается как сторонники Навального. Но, с другой стороны, если бы это было так, то, мне кажется, оперативники и следователи, и все, кто проводит следственные действия, должны были все-таки побольше про меня знать, чем они знали по обыскам и по предостережениям. Обыск был у мамы, потому что вы там прописаны, а как многие москвичи, да и вообще многие люди в нашей стране, с родителями не живете, прописка там есть, сами где-то еще. Ну да, конечно, конечно. Был обыск у мамы по прописке, по тому адресу, ну, который формально там у меня, да. Что изъяли? Вы писали про шесть книг. О чем эти книги? И как, кстати, мама себя чувствует? Ох, ну, мама чувствует, честно говоря, не очень хорошо, потому что 71 год, все-таки для нее это большое было потрясение. Ну, понятно, да, что люди приходят с обыском, потом полтора часа ее допрашивают на протокол. Конечно, для нее это такое большое потрясение. По поводу книг, ну, она рассказала 6-7, я примерно посмотрел, какие книги изъяты, я на 100% не уверен, что это 6-7, но я точно прочитал и отправили мне выемку протокола, что были изъяты книги Солдатова, Бараган, Битва за Рунет, была изъята книга Федярова, невиновный последствием прекрасного адвоката из Руси сидящей, была изъята книга Николая Конного, нашего с вами коллеги, журналиста и писателя «Восстание», отличная книга про восстание в ГУЛАГе, и была изъята книга на английском языке, которую я купил на отдыхе «Гальфарба» про Литвиненко и про его убийство. Вот эти 4 книги я точно могу сказать изъяты. Там были изъяты еще несколько книжек, но там какие-то такие книжки, которые я даже, честно говоря, сейчас сходу не скажу, я их не помню, потому что я их не читал, в отличие от этих книжек, которые я могу назвать, которые читал и которые отличные. Да, жалко, что книгу Барагана Солдатова не про ФСБ изъяли, новые дворянства. Наверное, с интересом бы почитали. У нас, кстати, они в подкасте были, можете найти и переслушать это. Я обращаюсь к слушателям. Это, конечно, весело говорить про это, но, слушайте, вам не кажется, что у вас... Я не слышу в вашем голосе тревоги, что у вас все еще действует вот этот механизм журналистский, когда ты немножко в стороне, и ты не ощущаешь опасности, и не думаешь, что тебя это может коснуться, потому что, ну, камон, все-таки я журналист, я в этом не участвую. Или что-то поменялось в вашем ощущении, вы уже понимаете, что нет. Как у нас принято, в скобочках слово «тревога». Мой голос тревожный и говорить о моей большой тревоге по ситуации. Ну, блин, на самом деле, на самом деле, во-первых, дико бесит, по большому счету, потому что, ну, во-первых, я, безусловно, журналист, я, безусловно, не призывал никаким акциям, ничего не делал в том, в чем меня... Не то чтобы даже обвиняют, они же не обвиняют, я как свидетель прохожу по делу, но меня как бы записали вот в эту категорию людей, которые призывали. А с другой стороны, да и бог с ними, вот так, если судить. Ну, как бы, ты живешь в России в 2021 году, ты пишешь об этом во всем, о полном попрани права, у нас сайт, в принципе, примерно про это, о том, что никакие права и ничего не соблюдаются. Ну, понятно, если ты долго пишешь, что права и не соблюдаются, то рано или поздно придут к тебе, и это докажут своими действиями. Вот именно это я, мне кажется, сейчас и наблюдаю. Так что, конечно, неприятно, так вот, если в целом говорить, потому что к маме пришли, и мама там, все они очень хорошо чувствуют, и, конечно, она взволнована. Но ожидаемо в том смысле, что если мы об этом долго пишем, надо было понимать, что рано или поздно это, конечно, и нас коснется. Закрывая эту тему предельно персонализированную, мне жена из соседней комнаты вот пишет в Телеграм, у нас же не должно быть обысков, не хотелось бы. Не знаю, что ей ответить. Отвечу, что могут, но не будет. А, вы знаете, ответить ей не хотелось бы. Ну, как бы, да, правда, не хотелось бы. Нечем утешить. Если говорить про тактику власти, которая случилась вот в этот антракт между двумя протестами, как бы вы ее описали? Тут, наверное, снова хочется включить полковничий голос. Это все противодействие незаконным акциям. Оно похоже на то, что происходило в 2019 году во время протестов из-за выборов Мосгордумы и предыдущих. Обезглавить протест, запереть всех активных или просто заметных участников, ну и плюс наказать тех, кто уже на акциях себя проявил, особенно Бойко себя вел, или тут есть какое-то новое качество? Вы пока говорили, у меня, простите, в голове созрела формулировка про то, что у нас в уголовном кодексе есть формулировка о незаконных вооруженных формированиях. Мне кажется, вполне себе можно вводить формулировку о незаконных мирных формированиях людей, которые выходят на улицу. Ну, то есть все же понимают, что протест мирный, и люди выходят просто протестовать, потому что им не нравится, что происходит. Ну, то есть вот это как бы априори, это понимаем и мы, и власти, и журналисты, и общество, и люди, которые выходят, и люди, которые не выходят. Это безусловный факт. С этого надо начать. А все остальное уже состоит из желания власти этих людей, естественно, загнать домой, а кто не понимает про домой, ну там типа запугать, посадить в СИЗО, изоляторы, школы запереть, провести родительские собрания. То есть, в принципе, схема-то довольно несложная. И власти просто посмотрели на это количество людей, которые вышли 23-го числа, решили, что 31-го, возможно, будет, ну, не больше, не меньше, непонятно, но примерно такая же акция. И включили режим максимального запугивания людей перед этой акцией. И все, мне кажется, действия надо рассматривать исключительно в контексте того, что такой между... Был такой термин, когда были декабристы, междуцарствие, да? И мне кажется, что между... Вот двумя акциями тоже такое. Между там акциями какой-то у нас промежуток, в который власти пытаются максимально жестко всем показать, объяснить, не выходить на улицу, иначе будет а-та-та. Ну, все-таки я спрашиваю вас как наблюдателя. Вы профессионально за этим следили. Видите ли вы какие-то изменения? Потому что, очевидно, расширился инструментарий. Прежде все-таки не применяли, тем более так произвольно, законы. И особенно какие-то экзотичные появились. Например, 236-я статья Уголовного кодекса. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Новая редакция, видимо, позволяет ее еще и так использовать. Ну и новая ситуация карантина. Или Леонид Волков, который начальник штабов Навального. Сегодня против него возбудили дело о склонении несовершеннолетних к совершению противозаконных действий с помощью интернета. Я вот не помню, что прежде чего-то такое применялось. Ну, понимаете, очень легко сказать, что это абсолютно беспрецедентно. Власти запугивают с помощью уголовных дел и всего прочего. Но мне кажется, что в том или ином виде примерно такие же механизмы были используемы и ранее. Ну, то есть, еще помню марши несогласных, с которых снимали людей, запрещали им туда лететь. Ну, теперь уголовные статьи. Ну, может быть, мы слишком просто привыкли к этому. И нам кажется, что это там совсем что-то новое. Но мне кажется, тактика не настолько сильно поменялась, как может показаться странной. То есть, это не что-то беспрецедентное. Просто власть ищет возможности каким-то образом надавить на протест. Как вам кажется, насколько это эффективно? Не хочу обидеть постоянного слушателя нашего подкаста, нашего коллегу и человека, который в наш подкаст приходил, Илью Азара. Но вот тем летом, когда он был вынужден стать организатором протестов, одним из активистов, поскольку всех остальных замели, ну, не сказать, чтобы эта тактика сработала. Ты можешь взять всех, но появится азар, еще кто-то. Тот, кого мы прежде не знали, или тот, кто прежде ничем подобным не занимался. Ну, слушайте, опять же, понятно, что проще всего говорить, ой, нам не страшно, мы все появитесь. Но мне кажется, пока вообще трудно судить. Надо же судить по людям на улице, сколько людей будет на улице, сколько будет готово протестовать. Я не знаю. Я считаю, что частично, возможно, эта тактика сработает, и люди испугаются идти на улицу. Ну, то есть, я допускаю, что вот люди, которые прочитают эти все новости про обыски, про Овесты, и именно на улицу не выйдут. Но вопрос другой, что эти люди не станут сторонниками Владимира Путина. И вот, мне кажется, власть, она думает, что они сейчас одержат тактическую победу, кого-то там оставят дома, и поэтому все будет хорошо и здорово. На самом деле это, конечно, так не будет. И все эти люди, которые даже если не выйдут, они будут ждать следующего повода, чтобы выйти и как-то обозначить свою позицию, что им не нравится, что происходит в стране. Про вот это более широкое информирование граждан благодаря средствам государственной пропаганды и сотрудникам официальных органов власти. Мы еще поговорим, но хочется немножко вернуться в 23 число, тоже если говорить о новом качестве протеста, если оно, конечно, есть. Вам не показалось, что протестующие начали себя вести иначе? Тут можно, конечно, оговориться, что это, может быть, просто обновился состав участников протестов, но все-таки после всех этих пресловутых стаканчиков, сколотой зубной эмали, моральных страданий омоновцев, очень свежо смотрелось по-новому, и снежки, и помятый автомобиль с номером АМР, и прямые стычки с сотрудниками Росгвардии и полиции. Все-таки такого в последние годы не было. Опасались протестующие применять чего-то такое? Понимаете, с одной стороны, хочется, опять же, согласиться и сказать, что вот, там, как бы совсем новый протест, но мне кажется, это довольно ситуативная ситуация. Дело в том, что лицо протеста и люди, которые выходят на протест, они вообще сильно меняются. Ну, это разные люди. Ну, то есть надо понимать, что это люди, которые выходили на протест, они часто там, я там знаю про болотное дело, и про московское дело, и про стаканчики. А люди, которые выходят на протест, которые смотрят ролики, которым все не нравится, что происходит, Они как бы довольно далеки И от медиазоны, и от московского дела И от болотного тем более дела Поэтому им как-то все равно И они по ситуации принимают решения Мало того, если власти думают Что такими мерами они запускают всех остальных То я думаю, это не совсем так Потому что люди не любят читать про уголовные дела И прям какие-то угрозы Я думаю, что нет никаких оснований Считать, что люди себя по-иному поведут В другой раз Ну, конечно, людям надоело Полицейское насилие, дубинки, избиения Разгона И понятно, что когда есть много людей Кто-то из них, из этих людей, которые там собрались Рано или поздно будет давать отпор Ну, по-моему, это просто невозможно Этому воспрепятствовать Сколько бы ни говорили лидеры протеста Что у нас протест абсолютно мирный Сколько бы власти не запугивали о том Что будут уголовные дела Ну, это такая, это стихия Это невозможно предотвратить Тем более, что, ну, правда же Лидеры протеста говорят, что не надо сопротивляться Сколько было инструкций Не трогайте полицейских и все прочее Но люди просто их опять особо не читают Ну и посмотрели на Белоруссию И оказывается, так можно более-менее Последствия и так, и так одинаковые Ну, в том числе, кстати, да Я думаю, они и Белоруссию особо не смотрят Мне кажется, мы как журналисты Переоцениваем внешнее влияние И то, как люди это все расценивают Тут есть информация про то, что чеченец, который подрался с ОМОНом В Москве, но это, правда, пишет Лайв Что он через лес шел к латвийской границе Когда его в Псковской области задержали Это тоже какая-то интересная деталь Не то, что он активно сопротивлялся, дрался А потом пытался уйти через границу якобы А то, какая реакция была вот конкретно на этого парня Когда там диаспора, да, чеченская отреагировала Мы поговорили с твоей семьей Выйди, покайся Если ты не с этими белоленточниками Которые за однополые браки То мы тебя простим, да, говорит один из выходцев из республики Вообще, какой-то очень дифференцированный подход оказался в этот раз В реакции на протесты и на протестующих Или, опять я преувеличиваю один конкретный факт Понимаете, я не знаю, что там происходит внутри Но у меня такое ощущение, что мы сами недооцениваем протесты И уровень протестной активности Ну, то есть, опять же, мне трудно судить Но мне кажется, всем понятно, что протест не на ровном месте Что есть причины, что всем надоело Что вот-вот там еще все будет жестче и больше людей И вот такая реакция и все прочее Говорит о том, что, ну, блин, мы все понимаем Ну, да, главное, что и не с белоленточниками, и не с прочими Понятно, что если там полицейские кого-то бьют Ты там на автомате начал отвечать, молодец И такое ощущение, что даже власти понимают, что это все не просто так И не на ровном месте, да И это несколько новая ситуация То есть, корни протеста и корни даже Какого-то сопротивления полиции Они не из-за того, что там люди-хулиганы Или люди послушали Леонида Волкова И начали сопротивляться Тут все гораздо глубже Да, хотя, казалось бы, ничего не предвещало появление Давайте, кстати, про информационную сторону все-таки поговорим Возвращение Навального с его задержанием И вот этим милицейско-полевым судом в Химках Потом публикация фильма о резиденции в Геленджике Это все мобилизовало людей И в том числе стало триггером для выражения, может, каких-то других эмоций протестных Хотя есть распространенная точка зрения, которая лично мне кажется довольно убедительной Что попытки пропагандистов и сотрудников государственных органов Они тоже помогли выйти людям на улицы То, как отреагировали на ТикТок, на школьников Вот эта вся компания в школах и вузах Не ходите, дети Они тоже сделали свое дело Сделали митинг более известным И выкристаллизовали, да, вот эту протестную аудиторию Теперь обыски у активистов, дела, задержание, обыск у вас Все это, кажется, тоже будет иметь мобилизующий эффект, нет? Опять же, ну, понятия не имею Не футуролог, очень трудно тут судить, понимаете Я, как человек, который, да, изнутри наблюдают уголовные дела И деградацию правовой системы Вообще с трудом могу судить Мне кажется, все настолько плохо И люди настолько запуганы И люди настолько ни во что не верят, что ничего не будет И для меня, кстати, был сюрпризом Лично для меня масштаб протестов 23 января, я могу сказать честно и откровенно Я даже близко такого не ожидал Что будет дальше, да бог его знает Вообще непонятно Я и перед 23 числом писал, что никто не понимает Сколько людей выйдет на улицу Мне кажется, сейчас такая же ситуация Вот не понимаю, честно и откровенно Врать не буду, тоже, конечно, иногда приходит в голову Вот какая зараза Навальная, а То ли он чувствовал чего-то, то ли просто решился Ощущение того, что протест какой-то может состояться Не было абсолютно Гляди-ка, это январь еще не кончился Уже сколько всего произошло Что насчет, если говорить дальше про информационную сторону Насчет пиара со стороны власти Был уже набивший оскомину прием про ЦРУ, Майдан Политических педофилов, которые выводят детей И, как сказал детский омбудсмен Кузнецова Прячутся за ними Но это все какое-то такое невразумительное И кажется, во-первых, приглушили вот это бухтение Может быть, это мое субъективное ощущение А во-вторых, были даже акты Ну, какого-то диалога, что ли Когда случилось то, что случилось в Петербурге С Маргаритой Юдиной Там даже как-то вот попытались отреагировать На то, что сделал ОМОНовец Когда он там вел задержанного И отпнул Маргарите Юдиной в живот Понимаете, с одной стороны, да Но мы до сих пор не понимаем, что это было С Питером, извинениями, увольнениями И странным Хинштейном Который в один день пишет заяву И на следующий день ее отзывает Но действительно, такое ощущение, что Не было какого-то четкого решения По поводу всех этих событий Не было четкого, понятного Сформулированного отношения к власти Поэтому и казалось, что вот что-то внутри происходит А по поводу пропагандистов Я такую вещь скажу Мне-то кажется, что в 2021 году Настолько сегмент информационный разбит И настолько люди смотрят того Коего они хотят смотреть Что, мне кажется, не очень важно Говорит о чем-то телевизор Не говорит о чем-то телевизор Умалчивает о чем-то телевизор Молчит Это вообще ни на что не влияет У меня прям такое ощущение Но у меня, к сожалению, нет цифр Чтобы я это ощущение мог каким-то образом подтвердить Вам не кажется, что изрядная часть этой пропаганды Она как раз направлена на свою аудиторию В том числе на тех самых ОМОНовцев Когда, тоже кажется, это было в Питере ОМОНовец записывает сториз Ну что, удалось вам осуществить Майдан? Нет, ха-ха-ха Мы вам наподдавали Тут чувствуется, что пропаганда работает на них И кажется, что власть тоже чувствует угрозу Не перестанут ли они в это верить? Не перестанут ли они находить для себя оправдание В том, что они делают? Ну, мне кажется, кстати говоря Вполне возможно, что это именно так Она направлена на них И я думаю, кстати, по-хорошему Вот эти извинения, которые были в Питере И такая сложная ситуация была в Питере Потому что, ну, понятно Пожилая женщина, которая бьет с ноги Это нехорошо даже в кругах ОМОНовцев И в кругах людей, которые не одобряют протесты И которым не нравится Навальный То есть, мне кажется, это была, возможно, борьба за общественное мнение Внутри условно-лоэлистской тусовки Лоэлистских людей И сейчас они сошли на нет Вроде как извинились Женщину отпустили Что дальше происходит Довольно сложно следить за постоянным изменением ситуации И главную задачу выполнили Так что интересно, что Мне-то кажется, условно говоря, воздействовать на людей Сторонников Навального И сторонников позиции пропагандистам Очень сложно Потому что их, конечно же, никто не смотрит Никто всерьез не воспринимает Равно, кстати говоря, так же, как и Навального Фильм Навального, который смотрят люди Лоэлисты, которые аудитория Славьева Конечно же, тоже не воспринимают его Как что-то серьезное Да, мне с извинениями тоже Такое было ощущение, что это для внутреннего пользования Какого-то милицейского В этом смысле ответ Владимира Путина Не выглядит убедительным даже для лоэлистской аудитории Кажется, когда такой причесанный мальчик Милицейского типа из Уфы Спрашивает про дворец А Владимир Путин, подчеркиваю Никогда ни мне, ни моим близким Этот дворец не принадлежал Ну, тут мы уже переходим на территорию наших домыслов Мне кажется, сложно сказать Но у меня вообще такое ощущение Что властям просто вообще нечего сказать про дворец Совершенно нечего сказать про дворец И они выбирают наименее плохое решение всех плохих Такой цук-сланг Что-то говорить надо Поэтому мы скажем так Чтобы это имело минимальные С нашей точки зрения негативные последствия Окей, что будет дальше? Вы уже несколько раз уклонялись от роли прорицателя Не хотели делать прогнозы Все-таки Вот это новое московское дело Если опираться на опыт болотного Просто московского дела Как будет развиваться? Как вам кажется? На что это похоже? И если сработает привычка То что мы увидим? Ну, судя по замаху Мы же судим по замаху Потому что мы же пока не понимаем По количеству задержанных И по решимости властей Это дело расследовать максимальными усилиями То мне кажется, по замаху Это самый громкий политический процесс Который власти готовят в современной истории Потому что, я думаю, речь может идти В кое-веки не о десятках, а о сотнях задержанных 20 статей Уголовного кодекса Дела по всей стране В отличие от многих протестов Когда дела были исключительно по Москве В этом смысле, мне кажется, задумка у властей Сделать максимально жесткий процесс Максимальное количество задержанных Огромное количество судов Уголовных дел Реальных сроков То есть задумка такая Но это задумка Что будет на самом деле Пока не очень понятно Поскольку власть Вообще достаточно Нам кажется, конечно, что она такая прямолинейная И делает все одинаково И там жестко Но в реальности они довольно гибкие Они будут смотреть, сколько людей на улице Какое есть возмущение Что пишут опиннинмейкеры И прочие люди И уже и сради из этого Мне кажется, будут калибровать Масштаб репрессий После этих акций В том числе будут смотреть, сколько людей выйдет На следующую акцию Ну и в том числе будут смотреть на реакцию Лейлиской аудитории Потому что Если не удалось продать Вот этот случай в Петербурге Как сотрудник делал свою работу А она встала у него на пути Ни с кем, кажется, это не сработало То, видимо, тоже будут пытаться Каких-то симпатий искать И наименее несимпатичных С их точки зрения сажать А кого-то отпускать Ну, мне кажется, да То есть они довольно гибкие Не надо их недооценивать Они быстро подстраиваются Под общественное мнение Поциологические исследования Прогнозы И все прочее Так что будем смотреть Как общество отреагирует На всю ситуацию Самое интересное Что в целом Выходит так Что реакция общества Важнее, чем реакция власти Спасибо огромное Это Сергей Смирнов Главный редактор Медиазоны Это был подкаст Что случилось Он о новостях Которые еще долго Останутся важными Все наши выпуски И эпизоды Вообще всех подкастов Медузы Можно найти На сайте издания В мобильном приложении Ну или на подкаст-платформах Таких как Apple Podcasts YouTube Google Podcasts Яндекс.Музыка Кастбокс Спотифай И так далее Для ваших писем Есть email Подкаст Собакамедуза Точка Айо И телеграмм Медуза Лавзью До свидания